Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня буду показывать вам свои фиалки. Начну, пожалуй, с вот этой красавицы. Сорт называется Lime Jewel. Это новинка в моей коллекции, но я уже успела влюбиться. Ровная аккуратная розетка, светло-зеленые волнистые листья, которые никуда не закручиваются, никуда не подворачиваются. В общем-то, раскладываются так, как мы все любим. Крепкие цветоносы, цветы некрупные, анютки. Они белые, воздушные, за счет такой вот ажурной рюши. На верхних лепесточках ярко-фуксиевый мазок. И за счет этого мазка яркого, да, цветы кажутся, как будто бы немножко розовят. Но на самом деле они белые. Кстати, цветы держатся долго свежими. У меня розетка молодая, в первом цветении. И уже, в принципе, можно заметить потенциал взрослого растения. То есть, это сорт с шапочным цветением и причем длительным. Не спортивный. С листика было у меня пять деток. Три из них уже процвели и все по сорту. Думаю, что две остальные тоже процветут по сорту. Потому что вижу, что светлый лист у деток. Вот сразу, как определить, да, спорт у вас будет или же сорт. Если в описании сорта указывается, что темный лист, то, естественно, и у деток должен быть темный лист. Если указывается, что светлый лист, то и у детки уже должен быть светлый лист без каких-либо пигментов. В общем-то, на стадии детки, в принципе, можно предположить, насколько будет сортовое цветение. Так, дальше. Еще одна моя новинка. Сорт называется КЗ Искры Смеха. Посмотрите, какая прелесть. Ярко-розовые цветы с разнообразным синим фэнтези. И краб здесь присутствует, и штрихи. Цветы полумахровые. Что меня в этих цветах удивляет, это широкая салатовая кайма. Вот как будто бы прям вот в таком вот в обруче цветок находится. Цветок тоже некрупный, в принципе, но смотрится очень так вот эффектно. Розетка тоже аккуратная. У меня здесь вот один пасынок, поэтому немножко как бы мы косим в сторону. Вообще, я получала лист от Наташи Булко из Питера. Вот. Было очень жарко, когда я укореняла листики с посылочки. И вот именно листик КЗ Искры Смеха у меня очень долго не укоренялся. Я его все время спасала. Еле-еле с горем пополам я вырастила одну детку и очень-очень боялась, что будет спорт. В общем-то, рада, рада, что одна-единственная детка процвела по сорту. И вот пасынок буду тоже укоренять. С пасынка, размножая фиалки, практически стопроцентно мы получаем растения с сортовым цветением. Зацвела моя любимая фиалочка РМ Хрустальный перезвон. Очень люблю этот сорт. Цветы глубокого, насыщенного, сиренево-лавандового цвета. По краям лепестков еще более яркая кайма. Очень красивые цветы. Вот просто как нарисованные. А розеточка это вообще нечто. Ровная, аккуратная, листочки бархатистые. Вообще, мне листья, когда я их вот трогаю, напоминают лекарственные растения мать и мачеха. Не знаю почему, но вот такое же ощущение на ощупь. Вот как мать и мачеху за листики пробуешь, да? Кто пробовал, напишите в комментариях. Вот такая же ассоциация у меня и здесь тоже. С одной стороны как будто бы прохлада, а с другой стороны тепло. Очень советую, рекомендую вам этот сортик. У меня розеточка после летней жары немножко болела. Мы боролись за жизнь, вот, переукоренялись в экстренном порядке. И я очень-очень рада, что мне удалось спасти и сохранить этот сорт в коллекции. Лего лотея. Смотрите, какая прелесть, какая шапка цветов. У цветочков очень необычная, интересная форма. Вот эта салатовая рюша на верхних лепестках такая закрученная. Не знаю, мне кажется, это прям вот украшение какое-то для цветов. Розетка крупная, пестролизность такая, знаете, благородная, да. Вот рекомендую, советую этот сорт. Это вот в первом цветении, что творит эта фиалка. Это не второе, не третье цветение. Это первое цветение. Кстати, она у меня уже цветет три месяца. Три месяца, представляете, держится вот такая шапка цветов. Только вот сейчас я заметила, что вот с этой стороны немножечко цветы уже подвяли. Это говорит о том, что, ну, я буду, наверное, уже сегодня-завтра убирать эту шапку цветочков и буду давать отдых этой розеточке. Возможно, немножечко пересаживаю. И, конечно же, куда же я без своей любимой НК Лилон Лилан. Посмотрите, какая прелесть. Какие крупные махровые цветы. У этого сорта достаточно такие крепкие, жирненькие цветоносы. Но даже эти цветоносы не выдерживают тяжесть цветов и ложатся со временем на розеточку. Кто-то считает это недостатком сорта. Я же к таким коллекционерам не отношусь. Я очень люблю НК Лилон Лила. И у меня никогда не было такого желания избавиться от этого сорта. Красивая ровная розетка, стеганый, даже чересчур стеганный лист темно-зеленый. Розетка, я бы сказала, непослушная, жестковатая. Стоит немножечко пересветить этот сорт или же перекормить, и розетка вообще становится неуправляемая. Так что, девочки и мальчики, поосторожнее с освещением и поосторожнее с удобрениями. И сорт обязательно вас будет рад. А вы гром и молния. Этот сорт в моей коллекции тоже новый, но я уже успела его оценить. И, конечно же, хочу показать вам. Посмотрите, какие красивые цветы. Очень темного, сине-фиолетового цвета. Они махровые. По краям лепестков рюша богатая такая, сталатовая. Цветов очень много, не видно листьев. Лист, кстати, у этого сорта волнистый, зеленый. И немножечко есть такая вот особенность подкручиваться. Но за цветами не видно вот этого минуса розетки. Я бы так сказала. Нравится сорт, буду оставлять в коллекции обязательно. И, кстати, знаете, не скажу, что сорт спортивный. Было три детки у меня с листика. Абсолютно все три детки процвели по сорту. Единственная разница. И вот у этой фиалочки такая вот богатая рюша как-то вот в первом цветении уже появилась. А у двух других там рюша поменьше. Кстати, мне напоминает АВ Гром и Молнии. Замечательный старый сорт Рейнинг Бьюти. Мне кажется, есть что-то похожее в цветах. И в завершении сегодняшнего видео показа моих фиалок покажу вам еще одну любимицу. Промышленный сорт Трапсодия Кора. Здесь, конечно же, это вариант несортового цветения. Потому что цветы заплыли по сорту. Это должны быть белые цветы с такой вот темно-сиреневой каймой такой расплывчатой по краям лепестков. Но на самом деле все с точностью наоборот. Мы видим темно-фиолетовые цветы и кайма белая с разводами еле-еле заметна. Цветы анютки некрупные. У сорта вот такая вот плотная шапочка. Розетка компактная, аккуратная. Лист темно-зеленый, стеганый. Красивый такой, блестящий лист. В общем-то, если вам попадется такая фиалочка, берите, не пожалеете. Два раза в год вот такая шапка вам гарантирована. Причем без особых каких-либо усилий. Ну, наверное, на то это и промышленные сорта. На этом, мои дорогие, всем всего доброго, мира, добра и благополучия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова